Мы с Чабрами переезжали Мяжу, и нас на Мяжи, помешники проверили, отпустили. Правда, я уже тогда зауважил, что нечто не то, это мехная аппаратура сказала им. Но тем не менее, нас отпустили, после проверили мытники, мы так само поехали, у нас ничего не было в машине, машина была пустая. Но вот мы доезжаем до шлагбаума, и тут мы видим, что шлагбаум начинается, бегут помежники до нас, и кричат, что давай разворачивайся на догляд. То такого правдоподобно, ни у кого не мог, как это так было выпадково. Ну и нашу машину затягнули, прослухали все кассеты, послали на рентген, копали, шукали. Но в конце я отримал, в конце я отримал, по первому, что в машине я особо не вез ничего забороненного, скажем так. Так, тем не менее, я там таких, по первому, про особистый догляд ухачу маю, верьми шмат, потому что незалежно от того, еду я на машине, еду я техником, еду я бусом, автобусом, яким-нибудь. В эти выпадки часами стараются, особо не активизуются, когда начинаются выборы, какие-нибудь иншие знаковые компании в Беларуси. И все это безумовно тлумачать, те самые помешники тлумачать, что это выборочно, так працуют межа, так людей проверяют. Але ж это факт становится видовочным, что не может быть такого выборочно, я нечем подавался, те не подавался комусь. Я, звычайный человек, среднего роста, скажем так, ничем не выделяюся, знатопу особливо зрозумело, что это контроль, тотальный контроль над активными людьми, которые займаются некими громадскими альбополитичными справами. И яным весь час находится, як говорилось в одном знакомитном фильме, у Мюллера под колпаком. Субтитры создавал DimaTorzok